Девушки отдыхают Глобальное потепление – это факт, утверждают ученые из межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН. Выдержки из доклада публикуют New York Times. Ледники стремительно тают, растет уровень углекислого газа в атмосфере и уровень океана. Даже если государства-конкуренты и могли бы договориться прямо сейчас, за ближайшие 20 лет планета потеплеет еще на полтора градуса. Это означает больше наводнений, ливней, жары, засухи, пожаров и ураганов. Вслед за Турцией сильнейшими за 30 лет пожарами охвачена Греция. А в Якутии горят 12 районов. Дым уже дошел до Красноярского края, Тувы, Челябинска и Екатеринбурга. Введен режим ЧАЭС регионального характера. Огонь угрожает 13 населенным пунктам. Он вплотную подошел к Сангарской нефтебазе. Там хранятся тысячи тонн ГСМ. Пожар может уничтожить полтора миллиона гектаров леса. В Англии пустые полки продуктовых магазинов. Правительство готово обратиться к армии из-за перебоев с поставками еды. Ассоциация автоперевозчиков заявила, стране не хватает 100 тысяч водителей-грузовиков. Отчасти виноват Брексит, отчасти кризис и пандемия. В США опасаются восстания трампистов уже в августе. Об этом говорится в докладе Министерства внутренней безопасности. Оно мониторит форумы и чаты, на которых все чаще звучат призывы вернуть Трампу якобы украденный президентский пост. После предыдущей попытки штурма Капитолия задержано 570 человек из 46 штатов. Из них 15 ранее работали в полиции, 60 – отставные военные. Форбс заглянул в карманы российских рэперов. Каждый энергичный капиталист со своими тату-салонами, парикмахерскими, закусочными и автомойками. Богаче всех Тимати Юнусов – 10 миллионов долларов в год. Дальше Моргенштерн Валеев, Баста Вакуленко, Крид Булаткин, Элджей Узенюк. Тем временем Финэкспертиза опубликовала доклад о неравенстве зарплат в российских регионах. Самое сильное расслоение в Москве. Беднейшие работники получают там 20 тысяч рублей. Самые высокооплачиваемые – почти 400, разрыв 17 раз. Росстат резко уменьшил бедность в России. Всего за квартал число тех, кто находится ниже прожиточного минимума, сократилось с 21 миллиона до 17. Среди вероятных причин – раздача пособий перед выборами. Впрочем, сопоставлять эту статистику с прошлогодней некорректно, потому что теперь бедность измеряется Росстатом по новой формуле. Ну а пока ОНФ предложил Федеральному агентству по госимуществу раздавать бедным подлежащие уничтожению конфискат. ВЭП сделает байкальский ЦБК курортом. Банк выкупил территорию в этом году, теперь на ней могут разместить почти полмиллиона квадратных метров элитной недвижимости. Пятизвездочные гостиницы, дайвинг-центры и лечебные комплексы обойдутся госкорпорацией в 60 миллиардов. Среди возможных подрядчиков – строительные структуры Дерипаски. В России новый бум POS-кредитов. Их можно брать прямо в торговых точках. За июль выдано 28 миллиардов таких суд. По словам экспертов, рост связан с продовольственной инфляцией и возобновлением перелетов в Турцию. Берут на поездки. В то же время растут продажи ювелирных изделий. За полгода 129 миллиардов рублей выручки. Это на треть больше, чем в 2019-м. Как пишет коммерсант, покупателей стало меньше, но они тратят на драгоценности значительно больше. В Роскосмосе заработал детектор лжи. Проходить его обязаны все кандидаты на высшие руководящие должности. Об этом Рогозин сообщил на странице Facebook, отвечая на вопрос подписчика. Полиграф должен помочь искоренить коррупцию. Перед этим глава ведомства выступил за то, чтобы заменить посадки расстрелами, если речь идет о взяточничестве и воровстве в оборонке. Хизбалла и Израиль обмениваются обстрелами, обвинениями и угрозами. Самое серьезное обострение за 15 лет. В Ливане тяжелый политический и экономический кризис. В Израиле после смещения Нетаньяху коалиция правых и левых пытается сохранить власть. Поддержку Хизбалле традиционно выразил Иран. Командование корпуса стражи исламской революции вновь заявило о готовности к войне с Израилем. Министр обороны ГАНС заявил, что Израиль способен справиться с Ираном в одиночку. Ранее Израиль, США и Евросоюз обвинили Иран в использовании беспилотников для нападения на корабли. За первое полугодие смертность в России выросла на 16%, а выручка ритуальных контор на 9%. Об этом сообщает Росстат. С января по июнь умерли миллион сто тысяч человек. Один из игроков на рынке поясняет, год назад средний чек за похороны составлял 50 тысяч, а сегодня клиенты стараются уложиться в 30. Как следствие, все большей популярностью пользуется кремация. Она на 40% дешевле. Но и здесь есть сложности. Низкая доступность крематориев в регионах. Лукашенко отказался признать Крым раньше, чем это сделает последний российский олигарх. Конец цитаты. Кроме того, Беларусь не войдет в состав России. Для экономической интеграции это не обязательно. Между тем, спустя год после выборов, завершившихся протестами, ЕС и США объявили о подготовке новых санкций против Минска. Польские коммунисты выступили против закупки правительством 256 танков «Абрамс», которые будут размещены на восточном направлении. Цена 6 миллиардов долларов. Российское министерство обороны за неделю засекло у границ 33 иностранных самолета-разведчика и 11 беспилотников. Дважды пришлось поднимать истребители на перехват. Между тем, сегодня начинаются совместные учения России и Китая. Взаимодействие 2021. В них примут участие 13 тысяч солдат и офицеров. Сегодня день памяти Нагасаки. Американцы сбросили на город атомную бомбу. Мгновенно погибли 80 тысяч человек. А ФСБ обнародовало руководство по службе секретной войны, изданное в 1944 году генштабом Квантунской армии. В тексте подробная инструкция по применению пыток для подавления воли военнопленных. Кроме того, опубликован протокол допроса последнего главнокомандующего миллионной армии Ямады. Субтитры создавал DimaTorzok